Все на матч мы продолжаем. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает лидировать в матче за звание чемпиона мира, который проходит в эти дни в Истане. Накануне Непомнящий, играя черными фигурами, уверенно отводил угрозы, которые создавал китайец День Лежей. Шахматная рубка дошла до голых королей и партия в итоге завершилась в ничью. Теперь счет в матче 5,5 на 4,5 очка в пользу россиянина. Все подробности 10-й партии узнаем у нашего шахматного обозревателя, гроссмейстера Эльмиры Мерзой. Ян Непомнящий обычно появляется на игровой сцене первым, чтобы настроить свои фигуры. Это ежедневный ритуал матча в Истане. Черными надо действовать аккуратно. Дин Лежень хоть и отстает в счете, но сжигать мосты еще рано. Он по-прежнему предпочитает закрытые дебюты, избегая открытых ударов. Сегодня большая честь, конечно, участвовать в таком грандиозном событии с атмосферой матча на первенство мира. Ну, небольшое мероприятие в плане возможности показать свои навыки. Уникальные навыки Тимура Гореева хорошо известны. Гроссмейстеру из Узбекистана принадлежит мировой рекорд. Он провел сеанс одновременной игры вслепую на 48 досках. Играет, не глядя на фигуры, Гореев уже больше 10 лет. Во время выступления в Истане к рекордам не стремился. После большого перерыва нужно восстанавливать форму. На протяжении сеанса вслепую есть возможность поддержать форму, поддержать кровообращение. Тимур Гореев из 15 партий выиграл 14. Сеанс продолжался почти 5 часов. Но даже такая нагрузка не может сравниться с напряжением матча за звание чемпиона мира. Тем более, Ян Непомнищий и Дин Лежень в каждой партии стремятся показать свой максимум. Матч очень интересный, очень большие эмоции. Но многие эмоции такие шахматные, такие немного загадочные. В 10 партии Дин Лежень выбрал английское начало. Ян Непомнищий возразил редким ходом – слоном. А затем нестандартно защитил пешку – королем. Китайский спортсмен погрузился в раздумья, но сбить россиянина с подготовки так и не удалось. Я понимал, что у меня есть небольшой перевес, но за доской мне не удалось найти, как его увеличить. Соперник действовал очень точно. Вариант он довольно часто применяется. В том числе, мне кажется, мой соперник его неоднократно играл. А то, что после слона С5 задумался, ну, у слона С5 довольно редкий ход, мне кажется. Его на высоком уровне еще не играли. Вот, но ход, ну, на мой взгляд, интересный, да, то есть попытка сразу решить проблемы и форсировать игру. У Дин Леженя – лишняя пешка, но структура белых на ферзьевом фланге безнадежно испорчена. Пехотинцам не суждено добраться до поля превращения. Разменяв сначала ферзея, затем другие фигуры и пешки, соперники согласились на ничью. За тишьем перед бурьем. Похоже, претенденты на звание чемпиона мира решили немного сбавить обороты. Ничья в 10-й партии стала третий подряд в Астане. И пока 5,5 на 4,5 впереди Ян Непомнящий. До завершения основного времени поединка осталось 4 встречи. А это значит, что отстающий в счете Дин Лежень теперь на ничью точно будет не согласен. Эльмира Мерзоева, Носкрыпник, Сеномач, Астана.